Добрый день! Сегодня расскажу о узлах станка. Часто задаваемые вопросы и одни и те же. Те люди, кто приобрел чертежи, сталкиваются с проблемой. То есть, по поводу конической косозубой передачи и по поводу цепной передачи. Значит, два момента. Передаточные отношения в цепной и конических передачах изменять ни в коем случае нельзя. В противном случае у вас будет получаться брак. Если на чертеже установлено, что количество зубьев должно быть 45, значит их должно быть 45. Файл для изготовления звездочек цепной передачи имеется в чертежах. Вам необходимо только будет найти плазменный станок с ЧПУ для изготовления данных звездочек. По поводу вот этого узла. Значит, как выполнена посадка косозубой конической передачи на вал. В своем станке я использую звездочки от картины сцепления мотоцикловосход. Преимущество их в том, что они имеют внутреннюю коническую поверхность и также шпон-паз, что обеспечивает передачу крутящего момента и отсутствие возможности проскальзывания. Вал выполнен точно таким же образом. Коническая посадка плюс шпон-паз. Вал располагается вот таким вот образом. С этой стороны вал приваривается к шайбе, обваривается внутри. Шайба сама крепится к рамке станка через болты М8. В рамке, в профильной трубе 60 на 40, нарезана резьба М8. Дальше. Вот в этом узле два подшипника. Как крепится сама коническая шестерня на вал? При помощи звездочки, у которой токарь срезает все зубья. Вытачивает промежуточную шайбу. В этой шайбе нарезает резьбу. И на эту резьбу уже прикручивается наша коническая косозубая передача. То есть у нас вал. Вот она шайба внутри белым цветом. Это коническая косозубая передача. А дальше идет сам вал. То есть сам узел получается ремонтно пригоден. В случае, если обломился зуб или еще что-то сточился от времени использования, так как передача у нас все-таки открытая, и пыль, грязь сюда попадает, где-то гипс, зубья со временем подстираются. Их необходимо будет заменить. Но за три года у меня не было такой проблемы. То есть я в течение трех лет эксплуатации ни разу не пришлось мне заменить этот узел. Но он выполнен таким образом, чтобы он был ремонтно пригоден. В случае, если необходимо вытащить сам вал, можно открутить эти два болта, и этот вал просто выйдет в эту сторону. Дальше. Как посажена сама звездочка на вот этот вал. Точно так же. Вал выполнен в виде конуса. Такого же. На который посажена звездочка от корзины сцепления в восход. У этой звездочки срезаются зубья. На плазменном станке вырезается вот такая вот звездочка. А здесь зубья уже срезаны, и просто она туда вставляется и прихватывается. Получается вот такая конструкция. Если фотоаппарат передаст, то я думаю видно, да? Вот это вот места сварки. Вот получается звездочка кастомная, ручной работы. Вот получается заводская, которая посажена на вал. И в случае, если необходимо, всегда можно этот узел поменять. То есть изготовить или новую звездочку, или заменить в этом месте. Вот основные моменты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание при сборке станка. Менять цепную и коническую передачу нельзя. Это приведет к браку. И поподробнее рассказал о конической косозубопередаче. Ну на этом у меня все. Желаю успехов! Спасибо. Спасибо. Спасибо.